Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! В то время, когда все овощи на огороде поспевают, среднеспелая и позднеспелая капуста вовсю продолжает свой рост. Очень хорошо подкормить капусту в конце лета или в начале осени доломитовой мукой, в этом я убедилась на личном опыте. С тех пор, как я стала подкармливать капусту доломиткой, она стала меньше болеть, на ней меньше слизней, а кочаны растут крупными. До этого на моей глинистой почве капуста росла черти что, но доломитовая мука изменила все в корне. О такой подкормке даже читала несколько лет назад статью в садовом журнале «Моя прекрасная дача», и она лишний раз подкрепила мои убеждения о пользе доломитовой муки для капусты. Такая мука – это совсем недорогой натуральный продукт, и отличное удобрение для кислых почв. Простыми словами, это раздробленная до порошка горная осадочная порода доломит. В таком порошке находится множество полезных макро- и микроэлементов из таблицы Менделеева, которые растения в силах усвоить корнями. Но основа порошка – это оксид кальция и оксид магния. А это два важнейших вещества для отменного роста капусты. Капусте для формирования крупного кочана без пустот, который хорошо хранится, как раз нужен кальций и магний. Огромный плюс в том, что доломитка способна подавлять почвенные инфекции в месте роста капусты. А лучше всего порошок работает против капустной килы и парши. Еще один плюс доломитки – это то, что слизь не боятся ее. Их нежные тельца очень страдают от передвижения по такому порошку, поэтому численность вредителей сократится. Для усиления эффекта доломитовой муки я добавляю на 1 кг порошка 6-8 г борной кислоты, тщательно перемешиваю и раскладываю получившуюся смесь под каждый кочан, примерно по 5-6 столовых ложек. После внесения нужно хорошо разрыхлить землю, слегка заделав порошок ближе к корням. Кстати, для удобства внесения порошка нижние листья на капусте лучше удалить, тем более они являются первоисточником начала распространения болезней, ведь они всегда находятся на земле и подгнивают. Я делаю две таких подкормки. Первую осуществляю в начале июля, а вторую в конце августа – начале сентября. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!